2020 год показал, что волонтерское движение готово к любым вызовам. В начале пандемии всего за шесть дней во всех регионах страны. Оперативно открылись штабы помощи. Сегодня сплоченная команда добровольцев «Мы вместе» поздравила с началом весны тех, кто по-прежнему на ковидной передовой – врачей больницы, скорой медицинской помощи. Лучший вариант отметить годовщину всероссийской акции взаимопомощи – сделать еще одно доброе дело. Три ящика яркого настроения и витаминов волонтеры доставили медицинским работникам. Этот год действительно очень многое изменил, изменились мы, но остается неизменным всегда одно – наша доброта, ваша доброта. И мы, как студенты Чувашского госуниверситета, естественно, с первых дней присоединились, мы создали свой штаб. Хочется сказать огромное спасибо вам за ваше терпение, за вашу отвагу, за вашу силу, за то, что вы боролись за каждую человеческую жизнь. И, наверное, вот эта акция «Мы вместе» – это больше, чем просто идея. Это то, что нас всех объединило. С начала пандемии коронавируса сотни волонтеров помогают тем, кому труднее всего – медикам, пожилым, малоимущим. Евгений – студент медицинского факультета, приехал в республику из Екатеринбурга. Он рад быть частью сплоченной команды. Всегда, наверное, чувствовал долг перед собой – помогать тем, кто действительно нуждается в этой помощи. В своем родном городе у нас был тоже штаб волонтерский. Ну и, приехав в Чебоксары, тоже решил продолжить этим заниматься, потому что нужно помогать. «Мы вместе» – идея, которая объединила всех неравнодушных и уже стала масштабным социальным проектом. «Оранжевая нить является символом акции «Мы вместе», и данной нитью мы хотим связать все регионы, все города, чтобы показать, что мы действительно все вместе, чтобы кто-то был не один. Это все идет от чистого сердца, от чистой души, и на это время не нужно находить. Это хочется делать, глаза горят, как говорится, глаза горят, руки делают». Главный атрибут акции можно повязать на правое запястье в знак победы над болезнью и в знак того, что добрых дел с каждым днем становится все больше. «Очень активно наши студенты, в первую очередь, и сотрудники, и преподаватели включились в акцию «Мы вместе». И вот прошел год, и этих акций можно назвать уже десятки. Ну, например, мы помогали ветеранам, престарелым гражданам доставлять лекарства, продукты по их заявке. Наши студенты активно участвовали в акции «Елка желания». Врачи, работающие в условиях ковида, сегодня с благодарностью отмечают ту поддержку, которую, несмотря на нехватку времени в непростых условиях пандемии, продолжают оказывать волонтеры. «Помощь волонтеров нами ощущалась, значит, в том числе и волонтеров медицинского факультета нашего университета. Приходили к нам в каждое отделение. Ребята сидели на обзвонах пациентов, отвозили лекарства. И эта помощь была очень необходима нам, врачам. Помогали медицинским сестрам. То есть свой посильный вклад и свою лепту они внесли. Она была нам очень нужна». Наталья Мальчикова, Георгий Кривошейн, Республика.